Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна, я отчетована Министерством здравоохранения Украины как биоэнергоинформотерапевт. Вчера я вела переписку с неадекватной фанаткой Снежинской, я только что записывала видео, а сегодня там были и угрозы, и физические расправы, я уже перед этим записала видео, если что, посмотрите. И вот сегодня утром очень приятно, здесь есть зрительница, которая по-своему мы уже так немножко как дружим, так можно назвать, и вот она написала такой комментарий. Нина Николаевна, здравствуйте, радуюсь вместе с вами. Сейчас не только грибы редкость, но такие семьи, как у вас, все больше таких, где муж и жена научились ладить так, что каждый живет в своей жизни. То есть, да, очень много разводов и неудачных браков, и у меня дочь развелась, хотя я ее предупреждала, что это за человек. Но, понимаете, я же не могла заставить дочь не выходить замуж, когда она в него влюбилась. И, ну, все это опыт, опыт, это жизнь, и да, мы с мужем прожили 46 лет. Вот, было 31 мая, 46 лет. Опыт в нашей семейной жизни, конечно, очень большой, но идеализировать нас, как пару, тоже не стоит. Жизнь у нас была очень тяжелая, у меня муж был военный офицер, и, как понимаете, пришлось переезжать с одного города в другой, жить и в общежитиях, и где только мы не жили, когда муж учился в военной академии в Ленинграде, там вообще общежитие 12 комнат, и вот представьте, 12 семей, 2 кухни, и общие два туалета, мужской и женский. То есть, в жизни все было, все. И, ну, возможно, мой характер где-то легкий. У меня луна в близнецах, душа у меня вот такая легкая, поэтому я смеюсь. И это если астрология, там я как раз на то видео записывала, объясняла, с астрологией, знаю я что-то, имею какое-то понятие. Ну, вот, понимаете, я такая любопытная, что меня везде носила, и в астрологии, и в нумерологии, и имею сертификаты, и в биоэнергетике. То есть, ну, вот так. И где-то моя доброта, всем хочется вот помочь, если взять астрологию, это у меня луна в рыбах, и вот это меня всем жалко, всем хочу помочь. Даже вот таким, как те женщины, о которых я говорила только что в предыдущем видео. И нумерология, исцеление души и тела, говорит, что у меня код 32,5. То есть, в жизни все было. И, конечно, но почему-то интуитивно я старалась стать не только женой, хотя вышла я замуж рано, в 19 лет, и, понятно, никакого не опыта, ничего. Ну, наверное, вот эти энергии, которые мне при рождении были даны, эти коды, мне помогали как-то сохранить семью, и какие-то мы переводим все в шутку. И понятно, что у мужа есть такие качества, которые я ценю, и есть те качества, которые мне очень сложно. И у меня есть такие качества, и я абсолютно понимаю, что мужу с такой женой тоже сложно жить. Но понятно, что у меня есть такие качества, которые муж ценит и понимает, что, возможно, у другой женщины он бы никогда их не нашел. Поэтому люди все разные, как я говорю, коктейли. И в одних чего-то больше, в других чего-то меньше. Но если взять нашу совместимость, когда-то я смотрела астрологически, это у нас, оказывается, везде все, нас не устраивает друг в друге, то есть идет такое противостояние. Но, изучая астрологию, я все-таки узнала, что как раз вот те пары, где идут вот эти противостояния, они развязывают эти, ну, можно так сказать, кармические узлы, да. И как раз вот эти пары, выполняя вот эти, ну, наверное, не выполняя, а вот именно развязывая эти, где-то не опускают руки и не разбегаются, вот как раз эти пары и живут долго вместе. Так что приятно, конечно, когда вот есть такие зрители, и уже у меня таких несколько женщин, которые я вижу, что пишут постоянно. Сейчас немножко сложно, сейчас вот не пишутся, ты можешь только увидеть, когда в почту приходит полностью там имя, отчество там это. А сейчас вот эти усеры, мусеры, я пыталась и на своем канале поменять, у меня когда что-то там не получается. Ну, надеюсь, что это рано или поздно YouTube вот эти адреса электронные уберет. Но что я хочу еще сказать? Все не так просто, как и в любой семье. Но, как я говорю, где-то интуитивно я пыталась, чтобы мы не просто жена и муж, и я потом и другим людям говорила, пытайтесь стать друзьями все-таки. И пытайтесь понять мужчин, мужчинам надо понять женщин. Мы все-таки настолько разные, у нас настолько разные гормоны, настолько разные эмоции. И вот именно, что по истечению какого-то периода у людей вроде живут в одном доме, в одной квартире. А в итоге, как она пишет, где муж и жена научились ладить так, что каждый живет своей жизнью. И, понимаете, вот я людей призываю меняться. И я говорю, что у меня тоже свои недостатки. Вот эта ранимость, обидчивость была. Ой, как я себя когда-то накручивала тоже. Скажут ему что-то. Сейчас скажут ему что-то. Я посмеюсь вот этим смехом, который раздражает людей. И вот, понимаете, вот прожили 46 лет вместе, потому что вот смех этот, который бесит. Многие часто пишут за мой смех. И вот это какую-то легкость, где-то менять себя, свой взгляд и свою реакцию на где-то слова мужчин. И все-таки становиться друзьями. Не просто муж и жена, друзьями. И понимать, что если вас уже судьба свела, это не просто так. Значит, вы должны получить какой-то урок. Все-таки мы уроков преподносим друг другу всегда очень много. Все. И в том числе и у нас в семье были уроки друг к другу. Но когда где-то включаешь эмоции, отключаешь скорее эмоции, включаешь в мозге, то меняешь себя, а не мужа. Ведь что всегда делают? Меняют мужа. И что я могу сказать, женщина опытная, прошившая 46 лет, вы никогда не поменяете мужа. Сто процентно, если он сам не захочет. У мужа есть некоторые качества, которые я приняла и поняла, что мне надо меняться, потому что он другим не станет. Поэтому у нас чему учат психологи, вот там в ютубе можно найти много всего, что как переделать мужчину, как добиться что-то от мужчины. И вот это все, все вот эти коучи-психологи, они только делают хуже семейным парам. Ну, я не говорю, что это все психологи, но очень много. Я вот даже про некоторых там записывала видеоролики. Ну, смотришь, слушаешь, да, имеют дипломы, а сами разводятся по три раза, выходят замуж и учат, как жить и уживаться с людьми. Так что приятно, конечно, что у нас уже есть такие зрители. И приятно, что людям нравится то, что я несу в мир, пытаюсь через вот эти все преграды. И, конечно, не хотелось бы делать обзоры вот таких каналов, как «Снежинская» и «Самвелл». Но я все-таки делаю эти обзоры, чтобы люди понимали, о чем я говорю, и видели как пример. И жизнь такова, она такая, какая она есть. И поэтому я меняюсь, и я продолжаю меняться. Не мужа меняю, а сама меняюсь. И если мой какой-то опыт и какие-то мои знания, которые я за столько лет в своей жизни получила, и я буду очень рада и счастлива, честное слово. Так что спасибо большое. Очень приятно, когда люди ценят твой труд и понимают, что я хочу и для чего я это делаю. Всего хорошего, будьте здоровы, всем счастья, всем долгой жизни. И, конечно, чтобы семья, семьи, ну, не удалось один раз, возможно, второй, возможно, три. Но все-таки, чтобы вы научились жить дружно, это самое главное, друзьями стали. Не создавать ячейку общества. А все-таки дети это, возможно, тоже хорошо. Но это исполнение земных обязанностей, дать тело, чтобы душа прилетела и там жила. И все-таки помнить и думать о себе и не наносить себе вреда. Поэтому, чтобы не наносить себе вреда, дорогие мои женщины и мужчины, меняйте себя в первую очередь. Все, как всегда, бла-бла-бла. До свидания. Всего хорошего. Продолжение следует...